Здравствуйте, Шава Топы, была хорошая неделя. Мы находимся в Мишле, у нас 147-й урок, в 17-й главе, и добрались до 11-го предложения. Я читаю вначале по-русски на иврите. По-русски он пишет так. Возмутитель ищет только зла, но жестокий ангел будет послан на него. На иврите это звучит так. Ахмыри ивакешра, омалахахзари ишулахбо. Тот, который от слова мар, но тот, который мар, мар это горький, тот, который хочет огорчить, он ищет зло, но ангел жестокий будет послан к нему. Объясняет Мальбим, что это предложение можно учить, я в прошлый раз не успел это сделать, можно учить только вместе с предыдущим предложением, которое говорит в десятом предложении, опасение обличения действует, больше действует на разумного, чем на глупого стоудара. И теперь, совместив эти два предложения, получается так, что вместо геары, вместо упреков, которые находятся человеку, который разумный, это для него лучше, чем сто ударов для глупца, но человек, который по природе своей горький, и он ищет зла, к нему посылается ангел, который жестокий, и он будет с ним иметь дело. Мальбим комментирует сразу два предложения и говорит, глупец, ему не поможет даже удары, потому что он знает законы мудрости, но он сдвигается в сторону от этих законов, потому что у него очень сильная тайва. Словом ксиль объясняет Мальбим не слово, которое я перевел словом глупец, потому что мы уже несколько раз считали, что есть разные слова для обозначения одних и тех же понятий. Есть слово, по-русски это будет одинаково глупец, есть слово пэтия, слово ксиль. Ксилем называет Шламуамелев, как Мальбим считает, в человека, который у него очень сильный та-вод, его тайва, его стремление к получению удовольствия, она преобладает над его разумом, поэтому, несмотря на то, что вроде бы как он может сообразить и знает, что что-то запрещено делать, он все равно игнорирует это запрещение, связи с тем, что у него очень сильная тайва, сильное желание получить удовольствие. И здесь удары не помогут, а только кому могут помочь удары? Человек, который называется Хасер-Лев, то есть Хасер-Лев это человек, которого не хватает сердца, он объясняет, что имеется в виду. Шевет лаго Хасер-Лев, это пасук в другом месте, что плетка, она помогает человеку, у которого есть проблемы с сердцем. Шугу эйна мамре, умарет бешаат, навшорак шлибо хасер. Человек, который не хочет спорить и восставать против Всевышнего, но у него есть проблема в том, что у него не хватает ума, разума, сердца выполнять волю Творца. То есть его разум недостаточно влияет на сердце, чтобы сердце потребовало от него выполнять то, что хочется. И это подобно брема, подобно скотине, которую бьют ее плеточкой для того, чтобы поставить ее, указать ей правильный путь. Но человек, который разумный, ему не нужно вообще никаких ударов, а только достаточно дать упреки. Упрек для того, чтобы показать, по какому пути ему идти. Итак, подведем итог пока того, что мы сказали, алибо де мальбим, по мальбиму. Шлама Меллах нас учит, что есть человек, у которого таава пересиливает его разум, и здесь не поможет удары, потому что что дадут удары? Человек знает правильный путь, но он с него сворачивает из-за желания получить удовольствие. Кому да, поможет, и сурим наказание, удары. Человеку, который не владеет правильным путем, потому что, несмотря на то, что разумом он может что-то понять, но сердце отказывается принимать эти предложения. И в такой ситуации, это человеку, у которого есть проблемы с сердечным пониманием, то есть у него не хватает этапа мозг, разум властвует над сердцем. В этой ситуации такой человек, о котором мы сейчас говорим, этот человек, ему поможет какие-то и сурим, какие-то страдания, потому что тогда они заставят его переключиться и пойти по правильному пути. Человек же, у которого проблема не с Таевой, а человек понимает в принципе, но у него какая-то проблема другая с Ецархарой, сейчас мы видим какая. Ему достаточно Гаара, ему достаточно упреха для того, чтобы он начал понимать больше, чем то, что бьют человека, который по определению является Ксилем. А Ксиль это тот человек, который не воспринимает, не в состоянии воспринять эти удары, о которых мы только что говорили. Ксиль это человек, который Ах Мари, это человек, который хочет горечи. Что это означает? Он Мамре Безадон, слово Мамре это восстает, но здесь слово Мар, горький. Он стремится восстать специально. И последствием этого восстания он приходит к Мериде, к Мерид это бунт. И тогда этот человек ищет зла, он хочет найти зла, потому что его Тава, его стремление к получению удовольствия, его любовь к этому миру, она заставляет его свернуть и восстать против мудрости и сделать это Бемезид Безадон специально. То есть этот человек понимает, что от него требуется, но не в состоянии этого делать из-за Таевой. И он имеет закон, который называется Мезид. В Торе есть три системы преступлений, которые мы знаем. Это Мезид, Шогик и Онас. Онас это человек, которого что-то изнасиловало, заставило сделать это преступление. Либо ему приставили пистолет к колбу и сказали, либо ты это делаешь, либо тебе кранты. Либо он чувствует это как пико, ахнефиш, как спасение жизни. Он понимает, что он приближается к смерти, если он чего-то не съест, он умрет и так далее. Это Авера сделанная бонус. Есть еще один вид Аверот, который сделан на Бешогик. Авера, которая сделана, я не вынужден ее сделать, но я ошибаюсь, считаю, что это можно. Не вижу проблемы в этой Авере. Это называется Шогек. И человек, который делает эту Аверу, это еще одна вещь. Как правило, она связана с недостатком знаний Торы или подобных вещей. Такое преступление поможет обучить человека. А есть преступление, которое делает Забезоден, Мезет. Человек, который делает, зная, что это нельзя, но не в состоянии совладеть со своей тайвой желанием и так далее. Подобный человек начинает восставать и делать зло умышленно. Он замышляет и делает зло. И такой человек, который желает зла другим людям, ему посылается Малах Ахзари. Ему посылается Ангел, который жестокий Ангел. Чтобы это не помогло ему, никакие удары ему не могут уже помочь. Что если не будет у него мэрида, специального восстания, то тогда ему достаточно было бы Гэры. То есть человек, который в состоянии справиться со своей тайвой. Человек, проблема которого только то, что он шогек. Он случайно, он недостаточно хорошо понимает, что от него хочет Всевышний. Ему достаточно Гаара. Ему достаточно, чтобы ему сделали замечание и сказали, ты знаешь, это сделать неправильно, вот так-то и так-то. В Шульхонорахе, Симанкуфсамихвафт, Сиевбейт написано то-то и то-то. Открой, прочитай. И этот человек узнает, что он сделал неправильно, расстраивается по этому поводу и перестает это делать. А в идеальном варианте даже Хазер Батшуа делает Шуа, раскаивается. Кигум и Вин. Поскольку этот человек понимает на самом деле. Но зло, которое у него исходит, это исходит из других источников. Из того, что из незнания. Но человек, который знает, что от него хотят, и человек не в состоянии справиться со своей тайвой, он приходит постепенно к состоянию, когда он хочет делать эту авэру, и его желания превосходят все его возможности противостоять ему. И здесь ни Исурим, ни Геород, ни удары, ни упреки, ничего не может помочь. Поскольку он и так знает, что от него требуется, но он уже решил для себя, что он будет делать иначе. Это то, что называется мезет или восстание. В этой ситуации этому человеку посылается жестокий ангел. Что означает жестокий ангел? Посланник, который обладает жестокостью. Бепаштус. Простое объяснение, что ему посылается Исурим, несчастье, страдание, поскольку обычными ударами его не возвратить к Чуве. То Акодашбургу, если он хочет этого человека вернуть к Чуве, он посылает Сюта Дешмая в виде каких-то жестоких ударов. Если он, наоборот, не хочет его вернуть к Чуве, ситуацию мы сейчас обсудим, бывают разные ситуации, то вместо того, чтобы этот жестокий ангел, вместо того, чтобы наказать и тем самым дать ему настолько тяжелые удары, что это лучше, чем те сто ударов, которые не помогут, и человек может вернуться к Чуве, бывает, что этому человеку не дается никаких Исурим, никаких страданий. Он живет, наоборот, самой счастливой, идеальной жизнью. И это и есть жестокий ангел, который к нему посылается, по той причине, что Исурим не помогут, незачем их давать, поэтому пусть у него все будет хорошо. Для того, чтобы это объяснить, я уже, по-моему, приводил здесь Рамхаля, Рамхаль, который во второй главе Дериха Шема, Рамхаль пишет о том, что бывает, человек должен пройти определенные этапы своей жизни, и задача человека достигнуть награды Схар Валамаба. Для того, чтобы достигнуть награды в будущем мире, человек может достигнуть ее через торы и заповеди, но человек, который сворачивается с этой дороги, то у него начинаются некоторые проблемы. Если он находится в состоянии, что ему Адаин все еще положен, Аламаба, грядущий мир, Ганедан, может быть, даже попадание, то, что переводится как рай, я не могу переводить таким словом, ему положен Ганедан после смерти, то в этой ситуации Всевышний может судить разными способами в зависимости от уровня этого человека. Если человек, его митсвот, его положительных дел больше, чем отрицательных, митсвот больше, чем авиирот, то есть он заслуживает награды Валамаба в Ганедане, то в этой ситуации этому человеку, ну, у него есть какие-то авиирот, за которые он не сделал шуву. То для того, чтобы этот человек получил полноценную награду в будущем мире, ему посылается и сурьем несчастья и страданий в этом мире, чтобы он заплатил за все нехорошее, что он сделал, и заслужил полностью Аламаба. Это ситуация первая. Ситуация вторая, когда у человека, ему не положен его грядущий мир, ему не положен Ганедан, поскольку этот человек находится в состоянии, что его авиирот намного больше, чем его митсвот. Поэтому ему положен, например, гейном. В этой ситуации человек должен получить... Здесь тоже могут быть несколько вариантов. Может быть, вариант, когда он получит гейном и после гейнома получает награду, а может быть, вариант, что ему после гейнома ничего не положено. И в такой ситуации человек должен получить награду за все хорошее, что он сделал в этом мире, и эта награда должна быть стопроцентной, и поэтому этот человек в этом мире получает идеальные условия жизни. Так что палец устал показывать. И об этом говорит Мальбим, что об этом говорит здесь Шлома Амалах, что ему посылают Малаха к Зари. Малаха к Зари — это жестокий ангел, и жестокость выражается далеко не всегда в том, что плохо. Иногда самая большая жестокость — это в том, что человеку хорошо. Ему хорошо, ему идеально существовать в этом мире, и он балдеет от всего, что здесь происходит, все замечательно, но Лемайса — это на самом деле, это награда за то, что он сделал какое-то количество хороших поступков, и никакого наказания за плохие он не получает, и в результате он теряет все, что ему положено в будущем мире. Это один из возможных вариантов. Другой из возможных вариантов, в зависимости от уровня этого человека, что жестокий ангел ему даст по балде настолько серьезно, чтобы он получил наказание за все верот, которые он сделал в этом мире, и в результате у него останется только награда в мире грядущем. И то, и другое подходит к человеку, про которого сказано Ахмариев Акешра, человек, который ищет зла. Поскольку понятно, что можно искать зло на 50%, можно на 90%, а можно на 10%. И то, и другое называют ищущие зло, и в зависимости от этого посылается Малах, ангел, который выполняет волю Всевышнего, и дает ему либо наказание, либо, наоборот, награду, в зависимости от того, что он заслужил. Наказание лучше, как мы уже поняли. Окей. Гагро. Гаон Мивильно начинает объяснять этот комментарий немножечко с другой стороны. Комментировать этот пасук начинает с другой стороны. Он пишет, что сказано в книжке, очень такая популярная книжка, выдержала много переизданий, называется Хумаш Тора. В Торе сказано, Ваобор Рейка Энбомаим, колодец пустой, у нем нет воды. Когда Юсеф был продан его братьями в рабство, в результате он попал в рабство в Египет, по дороге в египетское рабство Юсеф оказывается в самом начале, когда они его схватили. Там был махлок и спор между разными братьями, что именно сделать с Юсефом. И первая идея была убить. Сейчас мы не будем обсуждать, с чем это было связано, только два слова буквально. Что братья считали, что Юсеф неправильно рассказывает о том, что они сделали. И, соответственно, он не один родев. Он как бы преследует их. И за то, что он их преследует, его надо наказать смертной казнью. Потому что то, что он о них доносил, за это он должен быть наказан смертной казнью. Юсеф со своей стороны считал, что братья делали поступки, за которые их положено убить. И те, и другие были цадиками, и те, и другие были праведниками. Сейчас мне придется, наверное, все-таки в двух словах рассказать, в чем был махлок и спор между Юсефом и его братьями. Совсем в двух словах. По одному из мегалхим. Существует определенный махлок, определенный спор, который начался у Бнеякова, сыновей Якова. Какой статус Амисраэля до дарования Торы? Мы знаем, что, начиная с Авраама, они соблюдали митцвот, даже легкий митцвот до Рабонан были полностью соблюдены. Соблюдены настолько, что Авраам Авину соблюдал даже Ируф Тхумен, даже ограничения в передвижении в Шаббат, который Газру Рабонан, и делал этот Ируф, несмотря на то, что постановление Ируфа было сделано Шламу Амеллахом через много-много поколений после того, как Авраам Авину ушел из этого мира. Тем не менее, Авраам Авину вычислил, сам понял смысл этой токоны, и он для себя сделал эту токону еще за много поколений до этого и соблюдал ее. Теперь, после того, как это происходит, возникает вопрос. Люди, которые соблюдают митцвот, но это происходит до того, как Всевышний открылся на горе Синай после выхода из Египта и дал Тору. Ам-Исраэль в это время имеет статус сыновей Ноха или имеет статус Бне-Исраэль? В чем разница? Понятно, что человек имеет полное право соблюдать митцвот, имел в то время, полное право соблюдать митцвот, но существует очень небольшое количество вещей, которые у Бне-Исраэль есть кулот по отношению к Бне-Исраэль. Что имеется в виду? Кула на иврите — это облегчение. Большая часть митцвот у Израиля более строгие, чем митцвот у народов мира. Но существует какое-то очень небольшое количество деталей митцвы, где у народов мира есть устражение по отношению к народу Израиля. Приведу пару митцвот, которые есть. Первая митцвот — это аборт. Убивание плода до того, как плод родился. Для Ами-Исраэля это намного проще, чем для народов мира. У народов мира это называется убийство, и наказание как за убийство. У Ами-Исраэля это не называется убийство. В чем авейрош, почему именно нельзя это делать, это отдельный разговор, достаточно непростой. Но, во всяком случае, убийством это не является. И это написано во многих местах, и в Геморе, и в Тосфос, и в Рамбовне, и так далее. Но до того, как у народов мира, и на сегодняшний день тоже, этот процесс, который называется убийством, и они хаевим за убийство ребенка зародыша, так же, как за убийство взрослого человека, то есть, они подлежат наказанию тому же самому. Это достаточно такая строгая ситуация. Еще одна строгая ситуация, что еврей называется укравшим, своровавшим, только если он украл сумму больше, чем одна прута. Одна прута, это сегодня, это очень большая сумма, сегодня это в районе 17, может быть, 19 огород, это меняется все время, я точно не знаю, в израильском размере, то есть, это, ну, совсем немножко. Но, тем не менее, то, что своровано меньше, чем шаве прута, меньше, чем украденное прута, за это нет уголовной ответственности. Для еврея. У народов мира такого размера нету. За воросту они, хаевим, отвечают даже, если это украдено меньше, чем прута. И третья вещь, которая есть, может быть, есть еще какие-то, которые мне сейчас трудно вспомнить, но третья вещь, которая есть, это эвер мин гахай. Кусок от живого. Тора дает запрет, есть от живого. И запрет, есть от живого, он начинается еще во время Адама. То есть, эти заповеди, которые были даны в первых Паршиот Тора, в первых отрывках Тора, на самом деле, не Адама, а Ноха, но это было дано еще внутри семи заповедей сыновей Ноха. Что такое есть от живого, есть разное определение для евреев и неевреев. После того, как была дана заповедь шхиты для народа Израиля, после этого, сразу же после того, как сделана шхита, животное называется зашхитованным, и оно разрешено в пищу. Несмотря на то, что существует понятие пирхус, я не знаю, как его точно определить на русском, судороги, которые идут уже после шхиты, после смерти животного, после его убийства, идут какие-то судороги. Например, если животное стукнуть током, там 10 тысяч вольт, то оно еще некоторое время вот так вот дергается, я не знаю, как это сказать лучше. А? Конвульсия. Конвульсия. Круто. Идет конвульсия у этого животного. То же самое происходит после шхиты. Я не знаю, что дольше, что быстрее, это я уже не могу точно сказать, но какое-то количество времени происходит конвульсия, такие вот судорожные движения. Я еще когда-то, когда был совсем-совсем ребенком, видел это в деревне, где мы отдыхали, я думаю, что мне было очень мало лет, 10-12 лет, ну, как-то такие детские воспоминания. Я видел, что там кто-то курицу готовил, он отрубил голову курицы, и курица побежала, реально, без головы, некоторое время бежала и даже издавала звуки типа кукаряку какие-то. Вот такие, может, это петух был, наверное. Вот, во всяком случае, вот эта вот конвульсия, она продолжается некоторое время. Смерть наступает, то есть животное становится разрешенным в пище, когда эта конвульсия кончается. Но для народа Израиля, после того, как дана заповедь шхиты, сразу после шхиты животное разрешено в пище. В принципе, как легко догадаться, его невозможно есть сразу после шхиты, поскольку надо подождать, разделать, высолить, вымочить и так далее. Единственная возможность это делать, это взять прямо из того места, где было шхита, на горле, вырезать кусочек мяса и зажарить его. Если я его вырезал и зажарил даже на завтра, на послезавтра, если это сделано во время конвульсии, я вырезал, то для еврея это называется разрешенной в пище, для народов мира это называется неразрешенной в пище. Мидрабонон, ну, короче говоря, по рамбому. То, что я сказал, это будет по рамбому. Я сейчас не хочу входить, там есть Рабья Кивейгер длинный, но это одно из мнений. Так вот, Мидраж объясняет, что Есеф видел, как братья зашхитовали бычка, это одно из объяснений, и отрезали от него кусок мяса и жарили его. Отрезали в тот момент, когда еще эта конвульсия шла. Понятно, что животное уже ничего не чувствует, очевидно. Но, тем не менее, по законам Бнейнох, это была Авера, да, Арайса, это был запрет из Торы, а по законам Амисраэля это было можно делать. У них был спор, можно это делать или нет, потому что Есеф считал, что до дарования Торы Амисраэль называется Бнейнох. Его братья считали, что до дарования Торы, поскольку они приняли на себя весь стареяк Митцвот, все 613 заповедей, они называются Бнейсраэль, и им не нужно лыгахмир устражать на себя законы Бнейноха. Это одно из объяснений, которое дается, что это был конфликт, спор между Есефами братьями, поэтому, когда Есеф рассказывал папе, что они едят от живого, то он их обвинял в нарушении Торы, за которое положено смертная казнь для сыновей Ноха. В это время они считали, что Есеф родев, он обманывает, им не положено смертная казнь, и соответственно, им нужно спасать свою жизнь, потому что иначе он их доведет до убийства. И они решали, как это нужно сделать, и они планировали убить Есефа, но в последний момент они решили, что этого нельзя сделать, поскольку не факт, что они имеют право быть судьями, это их родственник, они не объективны, и так далее. Тогда они решают бросать его в колодец. И бросают его в колодец, о котором написано «Ваабор, рейк, эйнбо майм», «Колодец пустой, там нет воды». Это все я подводил к этому колодцу, в который бросали Есефа. И теперь Дерих Агав просто заодно такая есть некуда интересная, которую учит Хатам Сойфер. Когда фараон в Египте, после того, как уже умирает Есеф, написано, «Встал новый царь в Египте, который не знал Есефа». И он вызывает акушерок и говорит, что вы должны убивать детей, которые будут рожаться, еврейских мальчиков, прямо в зародочном состоянии, вы должны убивать. И написано, что фараон, который не знал Есефа, а акушерки боялись фараона и не делали так, как сказал фараон, поскольку боялись Всевышнего, я извиняюсь, оговорка, они боялись Всевышнего, не делали то, что сказал фараон. Так Хатам Сойфер объясняет, что та она фараона, требование фараона было такое, «Я не знаю Есефа», то есть Галоха, как братья, не как Есеф, и Амисраэль называется Исраэлем, поэтому нет запрета убивать плод. Поэтому вы имеете полное право до родов это делать, умертвлять плод. А они, он не знал Есефа, он отказывался принять точку зрения Есефа, что они должны лагахми, расстражать на себя. А они боялись Всевышнего и отказывались выполнять требования фараона. Фараон их вызывает и говорит, почему вы отказываетесь выполнять приказ царя. Если бы приказ царя противоречил Тора, то понятно, почему вы отказываетесь, но он не противоречит Торе, запрета на убийство зародыша у вас нету, а они шли по шите Есефа и отказывались это делать. Так вот, здесь написано, вообор рейк энбомаем, что колодец, который бросили Есефа, он пустой и там нет воды. Здесь, как бы, происходит такое повторение, пустой и чего-то там нет. Если пустой, то понятно, что воды там нет. Спрашивает Гемора, разве там сказано, что колодец пустой, разве я не знаю, что там нету воды? Отвечает Гемора, он пустой от воды, воды там нету, но там есть Нахашим и Акравим. Там есть Змеи и Скорпионы. Вот, Змеи и Скорпионы там есть. То есть, в рукописи Гаон пишет немножко иначе, здесь приведена дословно цитата из Талмуда, а в Ктафьят, в рукописи, Гаон написал так, что поскольку оттуда исчезла вода, как только там нету воды, тут же там появляется Акравим и Нахашим. Там появляются Змеи и Скорпионы. То есть, вода это Тора, и в тот момент, когда у человека нету Торы, там тут же появляется Акрав и Нахаш, Скорпион и Змея. Что имеется в виду? Маем это Тора, и когда Маем нету, тогда он, бор, становится пустой от Торы, которая называется водой, туда тут же входит Нахашим и Акравим, и они там находятся. Что такое Акрав и Нахаш? Это Ра у Мирма. Акрав это Ра, Нахаш это Мирма. Ра это зло, Мирма это обман. Акрав называется злом, а змей называется Мирма. Но прежде всего начнем со змея. Змей это Нахаш Акадмани, это первый змей, который беседует с Хавой, обманывает ее, и этот обман заключается в том, что когда вы будете есть от дерева опознания добра и зла, вы сделаете много позитивных вещей. Мы это уже обсуждали. То есть он приходит со стороны хорошего совета, который является обманом. Ра, это Ра, которая боится. Там нету ничего хорошего, там сразу же дается совет, человека влекут козлу. А в этом сказано, что Нахаш, то, что Нахаш занимается процессом, который называется Мирма, обман, это мы знаем, потому что Мирма, это, я, наверное, не знаю, как правильно перевести слово Мирма. Мошенничество. Когда человек хитрит, и впоследствии своей хитрости, ухитряясь, убирает его в другое место. Поэтому это то, что сказано в Торе, что Нахаш был самый арум из всех зверей, самый хитрый, самый большой мошенник из всех зверей, которые были. Окей. Теперь, чтобы как-то немножечко это объяснить, что хуже, рай или мирма, это очень трудный вопрос. Что хуже, окраф или Нахаш, это совершенно не очевидно. Потому что, если она смешна в трактате Брахот, четвертый, пятый перик Брахот начинается смешной. Не начинают молиться, не встают молиться Шмонесри, имеется в виду, а только с тяжелой головой, не имеется в виду с перепоя, имеется в виду сильно сосредоточившись. Мне пришел вопрос. Человеку свойственно пытаться избегать неприятностей. Если считать, что они посланы для исправления, то они не вредят. Не вредит ли он сам себе, пытаясь их избежать? С другой стороны, подчиниться желающими наказать, кто бы это ни был, уже очень нелогично. Ну, я начну с конца. В тот момент, когда подчиниться надо тот, кто хочет наказать, а именно Всевышним, мне кажется, это очень логично подчиниться Творцу, который хочет наказать, поскольку я понимаю, что это наказание для моего блага, а не наоборот. Первая часть вопроса более серьезная. Человеку свойственно пытаться избежать неприятностей, и это правильно. Если они посланы для исправления, то не вредит ли он, когда он пытается их избежать? Если человеку посылаются неприятности, которые он может избежать нормальным путем, то это значит, что ему посылаются не только неприятности, но и возможность их избежать. А посылаются они ему для того, чтобы человек мог локзорбать шува, сделать шуву. Бывают неприятности, из которых человек не может их избежать, и даже если он не делает шуву, они идут ему на пользу то, о чем мы только что говорили. Что в тот момент, когда человек получает Иссурим, получает страдания, это убирает от него те вещи, которые он сделал отрицательный и оставляют только положительные вещи, которые будут являться наградой Вала Маба. Поэтому человек должен пытаться избежать неприятностей, если у него это получится, то гезунтергей на здоровье. Вопрос, каким образом их избегать? Избежать неприятностей нормальным путем можно только неприятностей, я имею в виду, которые посылает Всевышний. Можно только одним способом сделать шуву, сделать раскаяние. Потому что, когда человек пытается избежать неприятностей, посланных творцом, я имею в виду не неприятности, которые я сам к своей глупости на себя привлек, ну, возьмем какой-нибудь пример такой очень простой. Человек выходит в какой-нибудь праздник, когда в России все напиваются до состояния просящего визга молодежной и идет по улице в час ночи, когда вокруг все абсолютно в дрободан пьяные. Это называется на одно место искать неприятности. В общем, почти наверняка он их находит, но это не те неприятности, которые посылает Всевышний. Это неприятности, которые от глупости взял сам себе и принял. Человек, который, я не знаю, у нас в детстве были всякие такие игры, идет гулять на стройку, где идет капитальный люмон, или у нас в доме и где-нибудь на пятом этаже ходят по карнизу и так далее. Большая часть детей правда выжила в этой ситуации, почти все, но безусловно это называется войти в место, которое является опасностью. Это не называется Всевышний послал на меня испытание, это называется, что я дурак. Это такое часто бывает. Речь идет о несчастьях, которые исходят от и это всегда для того, чтобы что-то мне исправить. Надо уметь принимать их с любовью, но если есть возможность их избежать, то это надо сделать, но это надо сделать только путем Торы, Митцвод, Маасим Тавим, хороших дел и так далее. Другого способа пока не придумано. Я так предполагаю, что за оставшееся энное количество лет не придумается. Теперь я возвращаюсь к Мишне. Мишна говорит, мы не начинаем молиться, а только исковит рожь, только после того, как мы подготовились и хорошо сосредоточились. Первые хасиди, они и потом молились. Идет подготовка, это не наша тема. Он говорит дальше, и даже если к тебе пришел царь, который говорит тебе шалом, ты не можешь ему ответить во время Шмонесса. Поскольку прерываться во время молитвы нельзя. Речь идет о еврейском царе, к которому ты должен прерваться из уважения к царю, но поскольку ты в этот момент находишься в контакте с более высоким царем, не с Давида Мелохом, например, а со Всевышним, то поэтому я не могу прерваться сказать шалом Давида Мелоху. Если же это гойский царь, то можно прерваться и сказать ему поздороваться с ним не из-за того, что я его уважаю больше, чем Давида Мелоха, а просто потому, что у царей есть разные обидчивые они, короче, бывают. Если царь обидится, то это как бы не всегда хорошо, потому что могут голову отрубить. Поэтому в этом случае это ввести себя в состояние опасности, поэтому в этой ситуации нужно прервать молитву и ответить ему здравствуйте и добрый день. Вот я привел все это только для продолжения. Всего несколько слов, на которые я хочу остановиться. Воофилу нахаш корох аля ахко лоевсик и даже если змея оборачивается вокруг твоей ноги, ты не должен прервать свою молитву. Игемора дальше скажет, что нахаш не должен, а окрав должен. Что если это нахаш, то не надо прервать, змея не надо, а если это скорпион, то надо. нахаш и окрав это две виды ецар-горы, которые есть у человека, которые вошли в нас достаточно серьезно, и это то, что Шлома Амеллах называет ра у мирма, и это то, что объясняет Гаон Мивильно, что об этом говорит этот послуг. нахаш это ецар-гора, мы уже учили просто, что есть ра и мирма, и очень трудно определить, что из них хуже, что из них лучше. ра это совет, который дает яцар-гора сделать какое-то зло, которое сразу видно, что это зло. Мирма это совет сделать что-то хорошее, позитивное, которое на самом деле завуалировано, весь негатив в нем завуалирован под позитив. Типа того, что змей говорил Хави, что если вы будете есть от этого дерева, вы невероятно подниметесь на духовную высоту, практически достигнете уровня Всевышнего. И Хава услышала этот совет. И вот мирма, она зачастую хуже, чем ра. Ра это ецар-гора, связанная с каосом, гневом, которой всегда видно, что здесь что-то плохое. Мирма это такой подхалимаш, который делается между людьми, когда тебя хвалят, той какой-то молодец, Вовочка, круглая у тебя голова и так далее. И тем самым постепенно забирают от службы Всевышнего. Акрав называется ра, Нахаш называется мирма. И кто из них хуже, кто лучше, очень трудно определить, потому что в чем-то лучше один, в чем-то хуже другой. Но ра, в отличие от мирмы, хочет убрать нас полностью, забрать полностью все. Поэтому слово Акрав, его перевод, который дает книга Зогар, Акрав это Акар, Б, Акар и потом буква Б, Ла Акор это вырывать, Б это Байт, Акерет Байт, Акрав это то, что забирает, весь дом как бы вырывает из дому. Имеется в виду Байт Шехины, имеется в виду дом божественного присутствия. То есть Акрав это тот вид Яйцаргары, который полностью вырывает из мира божественное присутствие. Теперь я возвращаюсь к Гаону, чтобы уже после этого просчитать, что он говорит. Что в тот момент, когда исчезает Тора и колодец становится пустым от Торы, то туда входят Нахашим и Акравим. Туда входят Мирма и Ра. Обман, подхалимаш и зло. Акрав называется Ра, Нахаш называется Мирма. Продолжает он и говорит, написано в Зохаре, что сказано, что Нахаш был самый хитрый из всех полевых зверей. И об этом сказано пасук, который мы сейчас учим, Ахмриева Кешра. Человеку, у которого есть горечь, он будет искать Ра. То есть в момент, когда у него есть море, когда ему горько, когда он хочет сделать какую-то гадость, то есть что значит море, который у него есть, что значит человеку Мар. Я не знаю, как это, горько человеку. Но горько не в смысле гойской свадьбы. Горько человеку что-то другое. Ему горько по поводу Торы. Ему не хватает Торы, поскольку он ее оставил. Это горечь, которая есть у этого человека от оставления Торы. То он не просит ничего, а только Ра, а только зло. Поэтому этот человек, даже Мирмы у него уже особо, но остается Мирма и Ра, это два вида зла, которые есть. И это зла, два вида зла, которые мы видели, если кто-то помнит, что Мальбим определял во втором перике, когда первый раз появилось понятие Ра и Мирма, то Мальбим определял это Мирма, как в Атхалимаш, а Ра, это Каас, гнев. Два качества, которые являются сугубо отрицательными качествами, которые существуют. Так вот, он говорит, что эти два качества, они появляются, когда человек оставляет Тору. Поэтому навстречу этому человеку имеется в виду по отношению к другим людям и по отношению ко всему миру. Поэтому тут же этому человеку посылается Малаха к Зари, жестокий ангел, который посылается к нему. И об этом написано, написано, секундочку, в псалмах, где-то только найти надо, один момент, очень длинный псалом здесь, 78-й псалом, здесь есть такой посук. Послал на них гнев свой, ярость и негодование и бедствие, нашествие посланцев злых. Это посук я прочитал по-русски, а теперь я прочитаю его на иврите. Ишлахбам говорит Всевышний, я пошлю на них хоронапо, гнев своего, гнев гнева. Хорон это аф, и аф это тоже аф. Авейра вазаам вецара мишлахат малахейраим. Я пошлю к ним посланников злых. Так вот, в тот момент, когда человек отказывается от, то есть, он замышляет зло, замышляет, ему горько его оставляет Тора, в него входят Акравимина, Хашим, вот эти два вида Ецаргоры, то в этот момент он посылает, Всевышний посылает на него мишлахат лахейраим, тяжелых ангелов, пируш, объяснение. Когда человек хочет сделать зло своему товарищу, чтобы тот оказался в беде, в несчастье, то Всевышний посылает к нему плохих посланников, и то же самое здесь. Это то, что сказано в Д'Илиме, это то же самое, что говорится здесь. Подведем итог, как Гаон учит этот посук, совсем не, не совсем так, или совсем не так, как Мальбин, он учит посук, что человек, у которого появляется состояние горечи, состояние горечи, объясняет Гаон, появляется в тот момент, когда человек чувствует опустошение от Тора. Тора и он разделены. В этот момент он уходит в состояние пустого колодца, где нет воды, и, соответственно, туда попадает окравими на хашим, скорпионы и змеи, это два вида зла, которые существуют, зло открытое и зло завуалированное, рай это открытое зло, мирма это завуалированное зло, через подкалимаш, через обман, и в этот момент человек начинает наполняться злом и обманом, и в этот момент Всевышний, для того, чтобы как-то компенсировать эту ситуацию, посылает к нему посланников, которые являются жестокими, и жестокость их посланничества состоит в том, что они работают меда кенегат мира, меда, мера за меру, и этот человек попадает в новые испытания, и дальше все так, как мы говорили по Мальбиму, то же самое по Гаону, это будет связано с тем, на каком уровне он находится, либо это зло выразится в том, что ему наоборот будет очень хорошо, но зато никакой тшу и никакого искупления грехов не будет, либо им будет очень плохо, в зависимости от уровня его отношения, соотношения весов добра и зла, которые есть внутри этого человека. Окей, немножко такой неожиданный новый пшат, который дает Гаон, но зато очень красиво. И вот, когда Гаон объясняет эту мишну, которую я уже зачитал вам, что когда змея находится вокруг ноги, то человек не должен отвлекаться, а когда окрав скорпион, он должен объясняться, Гаон объясняет, что это два вида Ецар-Гары, Нахаш это безусловная Ецар-Гара, которая хочет убрать человека и направить его в сторону обратную изучения Тора и так далее. И когда во время молитвы этот Нахаш приходит со всякими идеями и так далее, то тем не менее молиться человек может в этом состоянии. Несмотря на то, что у него возникает желание нагадить ближнего, обмануть и так далее, то этот вид Ецар-Гара дает ему все еще возможность соединиться со Всевышним. Но есть второй вид Ецар-Гары, который окер-бе, который отрывается полностью, отрывается от Торы и отрывается от Шехины, то, что отрывает дом от Дом Шехины, от этого мира. То есть тот момент, когда мысли, которые полностью вообще не в состоянии человек думать о Всевышнем, если эти мысли к нему приходят, то в этой ситуации апикарсуд, который к нему приходит, ему нельзя молиться Творцу вообще. То есть Нахаш это Ецар-Гара, которая в нем содержится чуть-чуть добра, в нем содержится чуть-чуть правда. Это может быть еще более опасно, чем полное зло, но тем не менее молиться в этот момент все еще можно. Но в тот момент, когда к нему приходит Ецар-Гара в виде того, что у него полностью наакар, полностью окрав от слова лаакор, полностью вырваны мысли о Творце, то в этом ситуации, когда приходит такое, то молиться нельзя. Я попытаюсь привести каких бы два примера каких-то. Мирма это когда человек продолжает думать о Творце, но возьмем, что это займет какое-то время, но может быть и ничего страшного. У нас есть две основных Ецар-Гары, которые есть у человека. Ецар-Гара мужского рода и Ецар-Гара женского рода. Они разбиваются, понятно, на много-много. Если очень кратко их изложить, то это Тайва, которая называется, против которой написана вся книга Мишли, Шлама Амеллах. Тайва это стремление удовольствия этого мира вкусно пожрать и так далее. Это Таова, Хемда, в данном случае я их объединяю, хотя Шлама Амеллах и все время разъединяет, пишет их как две отдельные, но это разновидности одного и того же стремление к удовольствиям и получение удовольствия. Есть второй вид Ецар-Гары, который называется Гава или Каас, Гаева, Гордыня или Гнев. Это два разных вида Ецар-Гара и они работают по-разному и соответствуют разным Некудот. Я уже много раз говорил о том, что два эти, я не знаю, кто из них хуже и кто лучше, это по-разному в зависимости от ситуации, иногда ничего страшнее, чем Тавы нету, иногда ничего страшнее, чем Гавы нету. Но мы с вами видели, что когда пророк Нехамия и Эзра, которые руководили строительством храма, построили второй храм, то они увидели, что это такой Эд-Рацон, такое угодное Всевышнему Время, что можно обратиться с просьбой в молитве, когда другое время такое бесполезно просить. И они обратились с просьбой уничтожить Ецер Авоиде Зойре. Ецер Авоиде Зойре это Каас, это Гаава, это Гордыня, поэтому Гемора говорит, что тот, кто гневается, он как бы служит Авоиде Зойре. Вся Авоиде Зойре рождается из-за того, что человек не готов подчинить себя Всевышнему, потому что ему кажется, что я должен выполнять то, что мне говорят. Это, ну, я не хочу сказать про того, кто прислал вопрос, но подчиниться желанию наказать, кто бы это ни был, очень нелогично. Это, по-моему, наоборот, бывает, что это очень логично. Это ситуация, которая возникает, потому что я не хочу никому подчиняться. Это нормальная ситуация. С этим надо бороться. Но большая часть людей, они не хотят никому подчиняться, включая Творца. И это водой проблематично. Из-за этого возникает Ецер Авоиде Зойре. Поэтому Акраф это Ецер Гора Авоиде Зойре. Мирма, обман, желание подхлимажей и так далее добиться чего-то. Это Ецер Таивы, который приходит и говорит о том, что ничего страшного нет, как правило, то есть очень часто, не как правило, но очень часто, действительно нет ничего страшного, чтобы хорошо покушать. Или что-нибудь подобное. Может быть, даже очень позитивно. Но, тем не менее, очевидно, что когда это становится единственной целью жизни, то это становится, мягко говоря, проблематично. И вот эти два Ецера, которые являются Акраф и Нахаш, Нахаш не случайно предложил Адаму и Хаву покушать, хотя понятно, что там присутствовала и Гаева тоже, но при этом там присутствовала и Таева. И если вы вспомните, если вы вспомните Медраж, то вы увидите, что Медраж не случайно рассказывает, что Нахаш увидел Ахаву, влюбился в нее и подумал, что если она съест от дерева вместе с Адамом, то Адам, который слышал приказ Севышний умрет, Ахава достанется ему. Поэтому легко понять, что это не Гаева, а Таева основное, что говорит нам этот Медраж. И вот два вида этой Ецер-Гары это Акраф и Нахаш. Так вот, Акраф соответствует Авой-де-Зойре, Нахаш соответствует Таавье. И когда Аншей Кнеса и Гдала увидели после строительства храма, что они могут попросить Всевышнего о том, о чем раньше они даже не мечтали просить, то они после определенных постов обратились с молитвой, чтобы уничтожить Ецер-Гары к Авой-де-Зойре. И этот Ецер был уничтожен. При этом этот Ецер, когда был уничтожен, то Медраж рассказывает, что он выбежал, той зверек, который выбежал, это аллегория, понятно, из Кодажа к Дашим, из святая святых, они его поймали и так далее. Но выбежал он не откуда-то, он выбежал из Кодажа к Дашим, из святой святых. Что хочет сказать нам Гемора, говоря, что он выбегает из Кодажа к Дашим? Она хочет сказать, что это как бы один из Ецерим, без которого мир не может нормально существовать. Потому что Кодажа к Дашим это идея единства Всевышнего, наиболее яркое раскрытие скрижа Лизавета и соединения Всевышнего с миром, и там, в этом раскрытии, находится Ецеровой дезойр. Прямо в Кодажа к Дашим. Те, кто об этом подумают, увидят, что не могло выйти иначе, просто никак. Потому что Кенегит, Анахи Гошем, Лакейха, Я Всевышний ваш Бог, что является Кодажа к Дашим, находится Ло-Йо-Ла-Хай-Ла-Хима-Хирим. Не будут у тебя других богов. Вторая заповедь, она следует из первой. Поэтому из Кодажа к Дашим вылезает этот Ецеровой дезойр. Он уничтожается не полностью, он прячется, но он ликвидируется, его действия в этом мире ограничены до какого-то колоссального предела. После чего Аншейк Неседагдала видит, что такое удачное время, что они могут попросить еще что-то. И они уничтожают, убирают, ликвидируют Ецер Гора запрещенных связей. Понятно, что Ецер запрещенных связей это Тайва, а не Гайва. Это как бы понятно, очевидно. Запрещенные связи и этого желания запрещенных связей нет. Но в это время невозможно ликвидировать полностью только запрещенные связи. Ликвидируется Ецер ко всем связям. И после того, как это происходит, другими словами ликвидирована Тайва, убрана из мира вообще. И после этого рассказывает Гемора, что петух не подходил к курице, муж не подходил к жене. Медраж говорит о том, что люди забывали покушать, умирали от голода, поскольку после того, как желания исчезали, после этого мир не мог существовать. Но главное, что произошло, это люди не могли учить Тору. Поэтому Аншейк Неседагдала обращается ко Всевышнему и возвращает Ецер Тайва обратно на место. И сегодня он у нас есть. может быть не настолько сильно, как у них, поскольку мы во всем хуже, чем они. Но тем не менее, этот Ецер присутствует. Главная проблема, которая была, что без Тайва невозможно жить, потому что Тайва является необходимой вещью для изучения Тора. Но Тайва должна быть направлена только в положительном направлении. Тайва изучения Тора это означает, что человек физически не может изучить Тору, если он от этого не получает удовольствия. Тора должна быть интересной, красивой, она должна захватывать, иначе невозможно воспринять Тор. Это перестанет быть Тором. Вот, поэтому когда ликвидируется Тайва из этого мира, то мир не может существовать, потому что без Тора жить нельзя на свете, нет. Так вот, после того, как это происходит, Тайва вернулась, а Гаева нет. Теперь вернемся к нашему посуку. Акравь и Нахаш это эти два вида Войда Зойры. Нахаш Тайва, Акрав Гаева. Нахаш может остаться в этом мире, но Акрав человек не может молиться Всевышнему в тот момент, когда у него есть Махшова, а Войда Зойра. Поэтому Хагро объясняет аллегорию этой Мишны. Хагро объясняет Гаон Мивильно не здесь, в Агадот на Брохос. Он объясняет, что аллегория Мишны состоит в том, что человек, у которого является во время молитвы, появляется мысль Таавы, он может продолжать молиться. Афилу, молитва может навязывать мысли о вкусной еде, а может и мысли о противоположном поле. Молиться все равно можно. Самое смешное, что да. Когда человек во время молитвы начинает отвлекаться и думать не о словах молитвы Шимон Эсера, а начинает думать о махлокесе, споре, Раше и Тосфас, который он учил 20 минут назад, это такой же эфсек, так же запрещено, как думать о тетеньках. И то, и другое совершенно одинаково запрещено во время молитвы. И то, и другое одинаково является эфсеком, перерывом. Но если человек думает о противоположном поле, как мне интеллигентно написали, то в этот момент он может продолжать молиться, он должен гнать эти мысли, но он не должен прервать Шимон Эсера и должен продолжать молиться. Если же он в это время думает о авой дизойре, то в этот момент он должен прекратить молитву. Это окрав, который к нему пришел в этот момент, и в этот момент молиться запрещено. Пшада пашут этой мишны, поскольку я увлекся немножко рамазим и так далее, но надо вернуться к пшату. Пшат этой мишны заключается в том, что Нахаш, он, как правило, большая часть с Нахашим, очень болезненный, но их яд не смертелен. Если это ядовитый змей, то понятно, что надо прекращать молиться, это пекло, а крови, они практически все ядовиты, смертельно ядовиты. Поэтому здесь, если есть опасность для жизни, надо прекращать, если есть только опасность боли, то прекращать нельзя. это пшата пшата пашут мишны. Но теперь значит, все это прожонглируйте, чего мы говорили, а на этом я немножечко увлекся, но двинемся, может у нас еще хотя бы один пасук, у нас хватит силенок на него. Следующий пасук, номер 12, он говорит, лучше встретить человеку, медведицу, лишенной ее детей, но небезрассудного с его глупостью. очень интеллигентно здесь было переведено. Я бы сказал, если так дословно перевести, то попробуем это сделать. Он говорит, что погуждо в секуль бы иш вальк, силь бы и в лото. Лучше встретить медведя, шатана, я не знаю, который шатуна. Вот я пытался вспомнить слово по-русски, это тяжело. Имеется в виду медведя, у которого на его глазах убили детей, может это и не шатун, шатун, по-моему, это тот, который проснулся и ночью вышел из берлоги зимой. Значит, это не шатун, это тот, у которого шакуль, у которого забрали детей. Чем встретить человека, который дурак своей глупости? Дословно, лучше злой медведь, чем дурак. Но теперь надо понять, что имеется в виду, попытаемся разобрать, хотя здесь немножко, ну, успеем, я думаю. Мальбе объясняет так, что глупец, это опять то же самое слово Ксиль, которое я комментировал в предыдущем посылке. Ксиль, это человек, который, как Мальбе объясняет, у которого он знает Галаху, в принципе, но его Таавод заставляет его, пересиливает его и заставляет нарушать Митцвод, он почти является Мезидом, почти специально делающий Авера. Ксиль, который встречается с человеком в своей глупости, он более опасен, чем медведь, хотя медведь очень опасен, очень опасен, но он опасен для тела, а вот этот вот Ксиль, он опасен для души. Медведь, он только разрывает человека и сердце человека для того, чтобы вытащить оттуда кровь, то есть нормальная работа медведя, это убить и выпустить кровь. И он Кореа, Сагурлибо, чтобы туда имеется в виду, сейчас имеется сравнение в виду, что Ксиль, то есть вот этот вот Ксиль, что он делает? Медведь рвет сердце человека, чтобы выпустить оттуда кровь, а Ксиль, он рвет человеческое сердце, которое закрыто, чтобы туда ввести свою глупость и свои свекот, свои сомнения. То есть работа Ксиля, это работа, что, а вот подумай, ты уверен, что ты правильно говоришь, что именно это имеет в виду, а может быть, ты просто зря себя так устражаешь, себя на самом деле можно и так далее. И Ксиль не может оставить человека ни при каких условиях. Медведь может оставить человека, убил и все, и пошел. Ксиль не оставляет никогда, и это будет продолжаться вечно. Это объяснение, которое это от Мальвим. На самом деле Гаон тоже очень короткое объяснение объясняет этот пасук. Прошлый пасук у нас немножко занял времени, но так вот случилось. И объясняет Гаон Мивильно, что человек, который встречает медведь, он в принципе в своей природе, я не знаю, я думал всегда, что медведи немножко добродушные, но Гаон Мивильно говорит, что медведи, они, их легко разозлить, они быстро приходят в состояние озлобления. Я сейчас вспомнил, что когда-то, это уже было несколько лет назад, было безумно холодно, и когда я летел на семинар под Москву, там, знаете, в газеты, в самолете проходят стюардессы и раздают газеты. А я спал в этот момент, проснулся, у меня на столике лежит русскоязычная газета. Я, как вы понимаете, газету «Известия» не держал в руках уже много-много лет, она как раз была открыта на какой-то такой странице. Я вот там вот взглянул, очень интересная надпись, что в Архангельске безумные холода, там какие-то там температуры стояло, я уже не помню, как-то очень холодно, там всегда, я так думаю, холодно, а тут было холоднее, чем обычно. Поэтому белые медведи, они начали заходить в город, искали пищу. И там обращаются к жителям города, чтобы они не стреляли и жалели медведей белых. Я подумал, что вот, я бы, может быть, и не выстрелил бы просто потому, как испугался бы. Но вот из жалости к белому медведю это уровень, когда медведь приходит в город, чтобы его не стрелять. Но это Россия как бы. Так вот он пишет, что медведь, он по своей природе очень злое животное, которое легко разозлить. Тем более, во время, когда он называется «Шикуль». Что это значит? Это означает то время, когда убивают его детей, медвежат. Тем более, он злится на того человека, который убил его детей. Не нравится он ему. И в это время, когда его встречаешь, то, в принципе, это некоторая опасность для человека, которая очень сильная. И тем не менее, лучше встретиться с таким медведем, чем встретить Ксиля, который, таавод которого владеет его разумом, в то время, когда он идет сделать свою авейру, когда его таава заставила пересилить разум. Или, когда он уже этим занимается. Гаон больше ничего не объясняет, но Мальбин здесь добавляет значительно круче, так я бы сказал. Что медведь может все, что сделать, есть некое подобие этих двух сооружений, медведя и Ксиля. Медведь будет рвать сердце человека, чтобы выпустить кровь, чтобы уничтожить его тело. А Ксиль будет рвать сердце человека, чтобы впустить туда свой Ксилут, для того, чтобы таким образом заставить человека тоже стать Ксилем. Попробуем еще одно предложение, если у нас хватит на это времени. Он говорит, кто воздаст злом за добро, от дома того не отойдет зло. Здесь, как бы, очень коротенькое, очень понятное предложение, которое говорится, «машиф раатахаттава», человек, который отвечает злом на добро, «лотамиш раам и бейто», не станет так, что не будет хватать его, в его доме не будет, всегда будет нехватка, зло будет находиться в его доме. Здесь почти ничего не пишет, ни Мальбим, ни Гаон. Мальбим пишет так, что Всевышний платит всегда медакен и гатмеда, мера за меру. И несмотря на то, что человек, который делает какое-то зло, может сделать шубу и вернуться со своего пути, но человек, который зло сделал в оплату за добро, которое ему сделали, имеется в виду, сделал Всевышний. Всевышний сделал человеку добро, а он Всевышнего отвечает злом. Несмотря на то, что он захочет сделать шубу и сделает добро, тем не менее, Всевышний за это зло все равно человеку воздаст злом. И таким образом, зло не уйдет у него из дому. И даже хорошие поступки не помогут убрать зло этому человеку. То есть, идея очень простая. В принципе, когда человек отвечает, есть наказание медакен и гатмеда, мера за мера, но шуба помогает. Здесь шуба помогает до определенного уровня, потому что человек, который после того, как Всевышний дает ему какой-то подарок, добро, использует этот подарок для зла, то даже потом шуба полностью не снимает то, что произошло. Это Мальбин. Гаон говорит, что «Хесед Гошем Млаар» Всевышний, его хесед наполняет всю землю. Это цитата из псалмов. Когда Всевышний дает человеку больше добра, то есть, он ему дает, например, много денег или какой-то другой хесед, который ему делает, то человек должен служить Всевышнему с большей силой тем, что ему дано от Творца. Но человек, который делает Аверот, теми деньгами, которые ему дал Всевышний, он делает зло за добро. Поэтому зло не оставит его дом. То есть, тот же самый комментарий, что дает Мальбин, дает Гаон Мивильно. Но Мальбин добавляет еще одну вещь. Макора этого я не знаю, откуда Мальбин это взял. Что человек, который потом перестает это делать, даже делает шуву, тем не менее, Всевышний продолжает как-то учитывать этот поступок. Откуда Мальбин это взял, я не знаю. Гаон этого не пишет. Но по Мальбин получается такая очень серьезная хумора. Вот. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое за внимание. До свидания. До новых встреч в эфире через неделю.